здравствуйте тема лекции модели представления знаний при изучении интеллектуальных систем традиционно возникает вопрос что же такое знание и чем они отличаются от обычных данных данные это отдельные факты характеризующие объекты процессы и явления предметной области а также их свойства знания основанные на данных полученных эмпирическим путем знание это закономерности предметной области полученные в результате практической деятельности и профессионального опыта позволяющие специалистам ставить и решать задачи в этой области знание это хорошо структурированные данные или данные о данных или мета данные в отличие от данных знания обладают следующими свойствами внутренней интерпретируемостью структурированностью связанностью активностью системах обработки знаний процедуру получения решения задачи называть механизмом вывода логическим выводом или машиной вывода знания на которые опирается человек решая ту или иную задачу существенно разнородны это прежде всего понятийные знания конструктивные знания процедурные знания фактографические знания при решении задачи в знания также можно разделить на декларативные и процедурные знания об этом мы и раньше говорили мета знаний это знания о знаниях особенность систем представления знаний заключается в том что они моделируют деятельность человека осуществляемую часто в неформальном виде модели представления знаний имеют дело с информацией получаемой от экспертов которые часто носят качественный и противоречий характер представление знаний это соглашение о том как описывать реальный мир основная цель представления знаний строить математические модели реального мира и его частей для которых соответствие между системой понятия проблемного знания может быть установлена на основе совпадения имен переменных моделей и имен понятий без предварительных пояснений и установления дополнительных неформальных соответствий системы представления знаний называют средства позволяющие описывать знания предметной области с помощью языка представления знаний организовывать хранение знаний в системе вводить новые знания и объединять их с имеющимися выводить новые знания из имеющихся находить требуемые знания устранять устаревшие знания проверять непротиворечивость накопленных знаний осуществлять интерфейс между пользователем и знаниями модель представления знаний является формализмом призванным отобразить статические и динамические свойства предметной области то есть отобразит объекты и отношения предметной области связи между ними иерархию понятия предметной области и изменение отношений между объектами существует десятки моделей представления знаний для различных предметных областей большинство из них может быть сведено к следующим классом продукционная модель 2 модель семантической сети 3 фреймовая модель 4 логическая модель и 5 модель основанные на нечетких знаниях теперь остановимся на логические модели представления знаний в основе логических систем представления знаний лежит понятие формальной логической системы оно является также одним из основополагающих понятий формализации основные идеи формализации первое это вводится множество базовых элементов теории второе определяется правило построения правильных объектов из базовых элементов третье часто объектов объявляются изначально заданными и правильными по определению, то есть отъемами. Четвертое. Задаются правила построения новых объектов из других правильных объектов системы. Данная схема лежит в основе построения многих дедуктивных систем искусственного интеллекта. В соответствии с ней база знаний описывается в виде предложения и аксиом теории, а механизм вывода реализует правила построения новых предложений из имеющихся в базе знаний. Процесс работы механизма вывода называют доказательством запроса. В процессе математизации рассуждения различают два вида слов. Термы – это аналоги имен существительных, формулы – аналоги повествовательных предложений. В различных логических системах используют разнообразные правила вывода. Два из них наиболее распространенные – это правила подстановки и второе правило заключения. Вторая модель. Продукционная модель представления знаний. Продукционная модель, основанная на правилах, можно и сказать, позволяет представить знания в виде предложения типа «Если то», то есть «Если условия, то действия». Под условием или же анцидентом понимаются некоторые предложения-образец, по которому осуществляется поиск в базе знаний. А под действием, то есть консеквентом, действия выполняем при успешном исходе поиска. Это правило обычно записывается в виде «Если А1, А2 и так далее АН, то Б. Например, если горячая и жидкость разлита, то вызовите пожар». Факты – это истинные высказывания об объектах или явлениях предметной области. Правило описывает причинно-следственные связи между фактами, как истинность одних фактов влияет на истинность других. В продукционных системах используются два основных способа реализации механизма вывода. Это прямой вывод или вывод от данных. Второй – это обратный вывод или вывод от цели. Достоинством применения правил продукции является их модульность. Это позволяет легко добавлять и удалять знания в базе знаний. Можно изменять любую из продукций, не затрагивая содержимого других продукций. Недостатки продукционных систем проявляются при большом числе правил и связаны с возникновением непредсказуемых побочных эффектов при изменении старых и добавлении новых правил. Кроме того, отмечает также низкую эффективность обработки систем продукции и отсутствие гибкости в логическом выводе. Продукционная модель чаще всего применяется в промышленных и экспертных системах. Она привлекает разработчиков своей наглядностью, высокой модульностью, легкостью внесения дополнений и изменений и простотой механизма логического вывода.